И уже совсем скоро начнется встреча четвертого тура Парис Суперлиги по футзалу Чемпионат России. ЛКС дебютант элитного дивизиона принимает действующего лидера, одного из действующих лидеров турнирной таблицы Ухту. Это действительно шестой игрок Липчан, но звучит стартовый свисток матч четвертого тура ЛКС Ухта. Поехали. Теперь по составу Ухты Гита с мячом, он ворот под 14 номером, первая атака и сразу же гол. Вот так на 35 секунде отличается Ухта. Гита здесь здорово нашел Парадинский, тот в касание отдал на своего товарища по команде. И Лукас Педала под перекладину без шансов для Зололединова. На первой минуте Ухта выходит вперед, а в том, что действительно команда мастеровитая подобралась в Ухте. Мурашов направо, Коробейников с правой ноги забивает, Коробейников тут же сравнивает счет, извиняется Гита. Это его ошибка, понимает опытнейший вратарь. Ухты, посмотрите, здесь отважился. Ну а что, простреливать было некуда, никого не было на дальней штанге, поэтому пробил и между ног попал в чемпионаты мира. И, конечно же, в гранаде, той самой золотой гранаде 99-го года, были в составе сборной России. 2-1 пропускает между ног теперь Зололединов. Гита вновь ассистирует и с носка пробивает Кирилл Козлов. Точно в доме Рафаил Бруно, лучший бомбардир пари Суперлиги. И вот сейчас он с мячом смещается. Простреливать штанг, добивание, гол 3-1. Да, ЛКС, по-моему, не проснулся. Нерасторопно здесь сыграл только-только вошедший в игру Исмаил Гибадуллин. Растерялся, но, правда, вот с этой камерой видно, что достаточно далеко был от мяча 21-й номер ЛКС. Парадинские, ну и не особо спорили игроки Ухты, а это значит, что все верно. Рассудили арбитры, а вот он и гол. Вот он и гол Гитты. То, о чем я говорил, 13-ая минута первого тайма. 4-1, Тьяго Роша Гита. Оп, выглядывал так из-за игроков. Здесь Коробейников и Дунец помешали, закрыли обзор Родиону Зололединову. Ну, совсем по-другому, да, сейчас ЛКС смотрится ни в упрек, ни в обиду Родиону Зололединову. Здесь теряет мяч на ровном месте Гибадуллин. Прудников, Денисов, и вот он, вот он, пятый гол. Здесь большой привет надо передать Исмаилу Гибадуллину. И великолепное исполнение Сергея Денисова. Здесь Прудников нашел Денисова. И великолепный парашютик такой над Леоном Геджуа. Вот перекладины в ворота. Геджуа. Длинная передача. Великолепный сброс. И 5-2. Вот это отличная комбинация. И вот зачем нужен Глеб Подковыров. Вот как играет Подковыров. Точно и в касание пробивает слева Илья Андреев. Гид-то здесь не смог помочь своей команде. Ну и мало бы кто смог вообще в такой ситуации и в такой позиции спасти команду от гола. 2-5. Курбанов из-за боковой. И, наверное, все. Да. 5-2. С таким счетом завершается этот матч. Лукас Педала, Кирилл Козлов, Сергей Денисов, Дубль и Гита отличались. Ух ты! У Лепчан на первой минуте встречи отличился Александр Коробейников. Для вас эту игру прокомментировал Виталий Мазаев. Пока-пока.